Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Алексей Колчин и сегодня мы разберем задачу, которая встретилась нам на просторах интернета. А условие задачи звучит так. Человек смотрит в плоское зеркало, которое расположено от него на расстоянии 50 сантиметров, и видит свое лицо. А затем он переворачивает зеркало и смотрит уже в вогнутое зеркало. И снова видит свое лицо, но уже увеличенное в три раза. И спрашивается, чему равно фокусное расстояние этого вогнутого зеркала. Вы можете остановить видео, решить сами задачу, а затем посмотреть на мои рассуждения. Когда я смотрю в плоское зеркало, я вижу свое изображение. И это изображение расположено от зеркала на таком же расстоянии, как и я, и имеет такие же размеры. А еще мне понадобится угол, под которым я вижу изображение своего лица. Потому что именно этот угол увеличивается в три раза, когда я меняю плоское зеркало на вогнутое. И на этой схеме в программе Геогебра плоское и сферическое зеркала показаны одновременно. Красной стрелкой обозначен предмет. Зеленая стрелка – его изображение в плоском зеркале, а оранжевое – в сферическом. Пока фокусное расстояние велико по сравнению с расстоянием от предмета до зеркала, изображение в сферическом зеркале мало отличается от изображения в плоском. Будем уменьшать фокусное расстояние. При этом изображение в сферическом зеркале становится все больше и отодвигается все дальше от зеркала. И вот, когда фокус совмещается с предметом, изображение уходит на бесконечность. А когда фокус становится еще ближе к зеркалу, оно возникает позади предмета и оказывается перевернутым. Но все это общая теория, и мы уже излагали ее в ролике «Оптика вогнутых и выпуклых зеркал». А нам нужно вернуться к нашей задаче и сказать, что предметом является лицо, которое рассматривается глазом. Ну и стало быть, глаз на этой схеме должен находиться там же, где и предмет. Глаз находится в основании красной стрелки, и от него проведены два зрительных луча, к концам зеленой и оранжевой стрелок. Пока фокусное расстояние зеркала велико, эти лучи близки друг к другу, и глаз видит оба изображения почти одинаковыми. А когда фокусное расстояние уменьшается, угловой размер изображения в сферическом зеркале постепенно растет. Что же происходит, когда фокус совпадает с глазом? Изображение уходит на бесконечность, лучи становятся параллельными, и сейчас тангенс оранжевого угла в два раза больше тангенса зеленого угла. И значит, когда глаз находится в фокусе сферического зеркала, отражение лица выглядит в два раза крупнее, чем если бы зеркало было плоским. А если фокус придвинуть еще ближе, изображение окажется сзади, а затылком мы его видеть не можем. И вот мы видим, что с помощью вогнутого зеркала мы можем получить максимальное угловое увеличение в два раза. И не можем получить увеличение в три раза, как требовалось по условию задачи. Похоже, что автор задачи над нами просто пошутил. А мне думается, что над нами пошутил не автор задачи, а Алексей. Что я знаю, что вот у этого сферического зеркала радиус кривизны 80 сантиметров, фокусное расстояние 40. Вот я его держу на расстоянии сантиметров 40, вижу себя в нем, удаляю дальше. Дальше изображение еще растет, и я продолжаю его видеть, что в корне расходится с той теорией, которую мы сейчас услышали. И чтобы вы тоже могли увидеть то, что вижу я, я сейчас сделаю один эксперимент. Я установил зеркало на оптическую скамью. А фотографировать его я буду смартфоном, к которому прикреплена вот такая стрелка. И я устанавливаю смартфон на некотором расстоянии, ну, например, 20 сантиметров. Делаю первую фотографию, потом переворачиваю зеркало и делаю вторую фотографию. И эти фотографии, сделанные на разных расстояниях, я могу сравнивать между собой. Начнем с расстояния в 20 сантиметров. И здесь изображение в сферическом зеркале больше изображения в плоском в 1,3 раза. Расстояние равно 30 сантиметрам, и увеличение составляет 1,6 раза. Теперь расстояние между зеркалом и смартфоном равно фокусному расстоянию 40 сантиметров. И изображения различаются в два раза, в полном согласии с теорией, которую нам изложил Алексей. Но пойдем дальше. Теперь расстояние от зеркала до смартфона составляет 50 сантиметров. И мы продолжаем видеть стрелку. А увеличение сделалось больше двух, и сейчас составляет 2,7 раза. Ясно, что еще немного, и мы доберемся до тройки. Теперь расстояние равно 60 сантиметрам. Изображение в сферическом зеркале начало расплываться, но измеренное увеличение равно 4. На 70 сантиметрах изображение расплылось настолько, что измерить увеличение уже не получается. А на 80 сантиметрах, вблизи от центра кривизны зеркала, картинка выглядит вот так. И тут-то и возникает вопрос, что же мы тогда видим в достаточно далеко отдаленном от нашего глаза сферическом зеркале, если то, что в оптике называется действительным изображением моего лица, находится где-то там, позади моего затылка, да еще и перевернутое. А я вижу здесь вполне себе прямое изображение. Кажется, я кое-что понял. Какая разница, брать зеркало или линзу? Конечно, в линзе я не увижу своего лица, но зато я знаю, как строится изображение. Если предмет находится в фокусе линзы, то лучи, исходящие от предмета после линзы, идут параллельным пучком. Если предмет находится ближе к линзе, то лучи после линзы расходятся и получается прямое, мнимое изображение. А если предмет находится далеко за фокусом от линзы, то лучи после линзы сходятся и возникает перевернутое действительное изображение. Ну вот я беру линзу, отношу предмет далеко за фокус, и при этом сейчас его изображение действительно и перевернутое находится за моей головой. Но я вижу предмет прямым. И это надо объяснить. Для этого я возьму последнюю схему и добавлю на нее глаз. Мы видим окружающие предметы за счет того, что глаз фокусирует на сетчатке, расходящиеся от них лучи. Лучи за линзы не расходятся, а сходятся. И фокусировка происходит не на сетчатке, а перед ней, как при близорукости. Поэтому каждая точка предмета превращается на сетчатке в пятнышко, так что образ предмета получается расплывчатым и перевернутым. Мозг привычно переворачивает его, и мы видим расплывчатое прямое изображение. И вот получается, что когда оптики изготавливают свои инструменты, микроскопы, телескопы, то они специально конструируют их так, чтобы мы видели резкое сфокусированное изображение. А мы в наших опытах видим предметы расплывчато, что через линзу, что в зеркале. И тем не менее мы можем решить исходную задачу. И сейчас я покажу вам схему решения этой задачи. Вот здесь у меня на голове прикреплена стрелка. Ее длина составляет 8 сантиметров. Я гляжу в плоское зеркало. Там за зеркалом сидит второй такой же я. У него на голове стрелка длиной 8 сантиметров. Но если я прикладываю линейку к зеркалу, то на зеркале длина стрелки составляет 4 сантиметра, в два раза меньше. А теперь я переворачиваю зеркало. И снова прикладываю линейку уже к сферическому зеркалу. Здесь длина стрелки составляет 12 сантиметров. В три раза больше. Это как раз и означает, что мы попали в условие задачи. Сферическое зеркало показало стрелку, увеличенную в три раза по сравнению с плоской. И вот надо сравнивать вот эти размеры стрелок на зеркале. И тем самым мы будем знать во сколько раз сферическое зеркало, ну так сказать, увеличивает по сравнению с плоской. А теперь уже перейдем к чертежу. И вот мой глаз, вот стрелка, а вот мое изображение за плоским зеркалом. И если размер стрелки равен 2а, то в плоскости зеркала он равен а. Теперь я добавлю на чертеж сферическое зеркало радиуса r. Разделю стрелку пополам, проведу радиус зеркала O, P через середину стрелки и обозначу длину отрезка от оси до точки P буквой B. Луч света, идущий из конца стрелки в точку P, после отражения от зеркала попадает в глаз, потому что угол падения равен углу отражения, и все углы на нашем чертеже мы считаем малыми. Это означает, что видимый размер стрелки на зеркале теперь равен B, а увеличение сферического зеркала по сравнению с плоским равно B поделить на А. А из подобия вот этих прямоугольных треугольников отношение B к А равно отношению радиуса зеркала r к расстоянию от центра зеркала до глаза r-s, и мы нашли увеличение сферического зеркала. И эту формулу мы немедленно можем сопоставить с результатом нашего эксперимента. Красным цветом здесь показаны экспериментальные точки, и они отлично ложатся на зеленую теоретическую гиперболу. А теперь после столь долгих разбирательств мы можем решить исходную задачу, потому что все оказалось элементарным. По условию задачи коэффициент увеличения сферического зеркала по сравнению с плоским был равен трём, но отсюда сразу же следует, что радиус сферического зеркала составляет полтора расстояния от глаза до зеркала, ну а фокусное расстояние в два раза меньше радиуса, и оно составляет три четверти расстояния от глаза до зеркала. А по условию расстояние от глаза до зеркала составляло 50 сантиметров, ну значит фокусное расстояние такого зеркала это 37,5 сантиметров. И похоже, что автор смотрелся именно в такое зеркало, у этого зеркала фокусное расстояние 40 см, ну практически то же самое, и придумывал при этом свою задачу, за что мы должны его поблагодарить, а также поблагодарить всех, кто нас поддерживает. Поддержку можно оказать разными способами, и это указано в описании к ролику. И спасибо вам всем большое за внимание. Субтитры подогнал «Симон»!